Друзья, ну наконец-то я добралась до вас и сегодня я снимаю видео для моих любимых девушек. И это видео просто кладезь для тех, кто страдает ПМС, для тех, у кого есть расстройства, связанные с менструальным циклом, и для тех, кто еще пока для себя не понял, как это работает. Я вам заготовила некую информацию, которую я прошу прослушать, взять во внимание и реализовать. И именно так вы сможете помочь себе. По поводу женского цикла. Много в последнее время у меня в консультациях девушек, которые действительно со сбитым циклом, но этот сбитый цикл, он скорее носит психологический характер, потому что по всем параметрам женщина может иметь нормальный месячный. И давайте с вами о самой психосоматике. Как она проявляется? Конфликт очень часто нежелательной беременности или невозможность забеременеть. Фаза исцеления – это спазмы, это боли, это женский сексуальный конфликт, фрустрации, женский конфликт потери той самой территории. И мужчина немой, несовпадение реальности и ожиданий, вижу замужество у самой трое детей от прошлого брака и не знаю, как в паспорте с этим прошлым штампом еще разделаться. И так бывает. И смотрите, еще одна история. Это примеры. А есть клинический пример, когда стресс, напряжение и этого слишком много. И в эти моменты ваша клетка говорит, иди отдыхать, тебе невозможно будет зачать. Что же тогда делать? Первое – это находить первопричину. Убирать из памяти вот эти все тела, которые запускают того самого мужчину, который, может быть, был где-то в прошлом. Прощать, отпускать свое тело по привычке – это отличная практика. Медитации, гештальтерапия, письма прощения – это все очень сильно работает. Смотрите, если в вашей памяти есть какой-то самый главный мужчина, которого вы не можете простить, отпустить, забыть, то именно здесь вам поможет практика отпускания, которую я для вас записывала. И как она работает? Она работает на расслаблении и новую энергию для вас. Когда у вас будет много новой энергии, свежей, вы сможете просто порхать именно в этом состоянии. Еще одна маленькая некая ремарка для тех, кто у меня действительно имеет сбои. Это ремарка из практики нутрициологии. Обязательно в вашем питании должны присутствовать жиры. Добавляете жир в свою пищу. Именно этот продукт отвечает за регулярный, нормальный женский цикл. Так как гормоны эстроген, так как гормоны – это гормоны активности. И в начале цикла прогестерон – это гормон беременности, расслабленности. И все они состоят из холестерина. Если девушка находится долгое время на какой-то жесткой диете, ПП, которая на псевдо-ПП ограничивает ее возможность, то иногда нужно уйти от какого-то рациона, для того, чтобы чувствовать себя более расслабленной, более спокойной и иметь возможность вообще любить и заниматься своим телом. Если вам плохо на работе, либо плохо в отношениях, то из этого нужно выходить. Именно в таком положении, когда вы долго застреваете, у вас действительно будет закрываться все. Много стресса, много кортизола. Это, как я записывала видео, ой, простите, много консультаций было, и сегодня я даже зеваю вам. Много стресса, много кортизола. Это приводит реально к дефициту жиров, и эстрогены переходят в адреногены. Но вам это не обязательно знать, но это вот как смотрится. Это женщина в юбке, либо мужик в юбке, так тоже говорят. И когда у женщины эстроген и прогестерон высокие, когда цикл четкий и 28 дней он безболезненный, то девушка активна, деятельностна. Вторую половину она более спокойно, расслаблена. Кайф же, просто вот такая женщина прям идеальна. При месячных, даже в первые дни спазмы возникают при низком как раз уровне эстрогена и прогестерона. Значит, что? Значит, много кортизола. Значит, опять-таки у вас очень много стресса. Стресс, который вы просто уже не можете выдерживать. И для выработки вот этого самого эстрогена я вам рекомендую обязательно использовать такую маленькую штуку, которая запускает эту всю систему. Это семя льна. Две чайные ложки вот этого семя ежедневно. И вам это просто обеспечит отличную работу. При высоком эстрогене и низком прогестероне возникает другая история. Тоже сбитый цикл и ПМС. Вы меня простите сегодня. Вот зеваю. Вот и болезненная грудь, вот и болезненные месячные отеки, вздутие живота и плаксивость. Утром уже проснулась, уже ничего не хочется. Обязательно нужно добавить продукты с цинком и магнием, витамином С, семена кунжута ежедневно в этой истории. Кто уже принимает вот такие на самом деле безболезненные штуки, тот работает на всю систему целиком. Итак, если у вас остались вопросы, напишите мне, пожалуйста, комментарии и напишите, что вы уже пробовали. Потому что именно ваши комментарии будут читать другие люди и пытаться помочь себе. С вами была Алена Алена Самсонова, клинический психолог-блогер. Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите вопросы. До новых встреч! До новых встреч!